Добрый день, в эфире Кинопанорама с Юрием Рязаном и в гостях у нас президент Славянского Творческого Союза и Славянского Фонда Искусств Золотой Витязь, а также заместитель председателя Общественного Совета Министерства Культуры Российской Федерации, член Патриаршего Совета по культуре, народный артист России Николай Петрович Бурляев. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. У нас программа о кинофильмах, хороших фильмах, которые сняты в недавнее время и вы сыграли в фильме «Адмирал» роль Николая II. Вот несколько слов, если можно, об этом фильме, как вы к нему относитесь и как вы относитесь к роли, вашей роли, как императора Николая II. Я получил это предложение от режиссера до того, приняв решение отказаться от участия в кинопроцессе после фильма «Мастер и Маргарита», где я исполнил роль Ивши Вагоносрия. Я принял решение отказаться от предлагаемых ролей. Я отказывался практически 20 лет. И вот вдруг предложение попробоваться на роль императора. Я не знал, похож я, нет. Мне было просто интересно попробовать грим. Дальше была проба, и я принял решение это сделать. Но у меня отношение и к кино вообще, и к этому фильму в частности, особое, свое отношение. И мне просто приходится первый раз публично и не восхвалять то, в чем я участвовал, фильм обычно, актеры это делают, чтобы поднять, а даже в чем-то покритиковать этот фильм. И может, даже и свое участие, хотя я не отказываюсь от того, что я сделал. Мне ведь отведено, там было очень мало времени, пространство небольшое. Всего один рабочий день у меня был, и всего одна сцена с адмиралом, в которую я попробовал заложить то, что я хотел заложить. Это знание. Знание это Николая Александровича о том крестном пути, который ему предстоит, ведь ему это было открыто с химонахом за несколько лет до этого убийства, его убийства, его жертвоприношения. И он это все знал, и он ждал этого дня. У меня отношение непростое к этому фильму и Колчаку. Этот фильм делали профессионалы. Они делали фильм о Колчаке и пытались его сделать героем. У меня лично нет до сих пор ответа, кто такой был Колчак. Ему уже ставят памятники, это в Иркутске памятник, вот, и его имя прославляют. А у меня к нему очень много вопросов. Во-первых, он предал царя, помазанника Божия, и перешел на сторону Временного правительства, которое тоже предал. Он предал венчанный брак свою жену, и фильм построен на Адюльтере, так сказать. Он открыл Антанте минные поля, которые сам же закладывал в Балтийском море, чтобы Антанта прошла. Он готовил к подписанию тот акт о расчленении России, который вот сейчас пытаются реализовать, чтобы отделить Украину, Кавказ, Прибалтика, уже Прибалтика отошла, Кавказ борется за него. Тогда готов был это сделать. Колчак. Говорят о том, что это двойной или тройной агент. Как к этому относиться? Уж очень много говорит не в пользу Колчака. Но у меня и критическое отношение к тем, кто делал этот фильм. Этот фильм делал тот же продюсер Максимов, замечательный продюсер. Он же делал фильм о Высоцком как продюсер, и он меня приглашал на свой фильм. Ему было известно, что мы были дружны с Высоцким, и ему было важно мнение мое. Я сейчас обобщаю, потому что ответ будет в оценке этих двух фильмов. Я пришел в кинодеатр «Октябрь», поглядел фильм и ушел, не подойдя к Максимову, с какой-то оценкой. Но наутро мне позвонили из прямого эфира канала «Культура» и попросили оценки. И в прямом эфире в студии был Максимов. Тогда вот что я говорил, что я с огромным уважением отношусь к продюсеру Максимову. Я говорю, вы тоже заложник рынка. На чем вы построили фильм о Высоцком? У меня нет претензий к его облику. Похож абсолютно. Голос, правда, сын озвучил не точно. Это не отцовские интонации. Но безруков взял блистательно. Гримеры поработали потрясающе. Ну не придраться мне, знающему Володю. По форме все нормально. А по сути, я говорю, на чем вы построили, вы заложники рынка, этот фильм? Опять-таки, о дюльтер при живой жене Марине Владе, с любовницей, на наркотиках, на конфликт с КГБ. Да разве это вот эти составляющие, суть жизни Владимира? Да разве этим он нам ценен? Вот тем, что там показано. Он пророк, человек, ставший пророком. Поэтому я не мог принять и этот фильм полностью, и «Адмирал» я не могу принять, потому что это тоже рыночный фильм. Взяли на главную роль актера, который по облику далек от Колчака. Я показывал фото Колчака, режиссера, и Хабенского. Я говорю, ну, Колчак, глядите, кремень, мужик. И рядом интеллигентный Хабенский, но не его эта роль, по сути. Но мне тогда ответили продюсеры, что они делают фильм для молодежи, что о том, кто такой Колчак, не знает молодежь. А на Хабенского пойдут. Это все рыночные механизмы. Вот поэтому я не могу принять окончательно этот фильм. Николай Петрович, ну, какие-то фильмы вы бы рекомендовали? Вот какие-то все-таки удается снимать в России, в нынешней действительности фильмы хорошие? Либо все у нас сегодня плохо, и нужно принципиально менять подход к кинопроизводству в России? Юрий, сейчас мы отмечаем год российского кино. Я отдал этому кино 60 лет. Я лично констатирую катастрофу российского кинематографа, прежде всего, духовную катастрофу, нравственную катастрофу. И если мы с вами возьмем пример Чаши весов и на левую чашу положим то, что было сделано до Перестройки, эти имена велики, от Довженко до Рома, Куледжанова, Ростоцкого, Чухрая, Бондарчук, Шукшин, Тарковский и Пселяния, Жалокявичец. Ну, просто десятки имен мы можем сюда положить. Чхеидзе, прекрасные грузины. Это все было наше общее кино. И что мы положим на правую чашу, постперестроечную? Сколько имен мы можем положить? Тех, кто занимается искусством, а не доходным промыслом, как говорил Иван Ильин о такого рода культуре. Доходный промысел, эффектная пустота. Кинематограф с подачей и с поддержкой нашего государства, наших чиновников, Минкультуры пошел по рыночному пути, пошел в область доходного промысла. Они требуют успеха в первый уикенд. Но у фильма Андрея Рублев не было успеха в первый уикенд. Фильм вообще не выпустили, и он семь лет был на полке. Потом фильм прорвал блокаду, был показан в Каннах. И сейчас за 50 лет, а в этом году мы отмечаем 50-летие Андрея Рублева фильма, он перекрыл все кассовые рекорды. И я сам видел очереди Венесуэли, во Франции, в Америке на фильмы Тарковского, в частности на Андрея Рублева. До сих пор очереди. Вот сейчас фильм окупился уже многократно. Но на этом фильме, пока он еще не окупался, шло возрождение нации, в оцерковлении многих людей, пристальное отношение к истории. Кто такой Рублев? Он мне был известен до того времени. Этот фильм открыл, и, может, даже этот фильм помог канонизации Андрея Рублева в чем-то. Я не знал, кто такой Андрей Рублев, приступая к работе в этом фильме. Это уже потом я начал открывать. Неправильная в корне политика, государственная культурная политика. И я очень рад, что Путин подписал указ в 2014 году «Основы государственной культурной политики», которая должна в корне менять акценты в культуре. Не успехом в первый уикенд в России надо мерить искусство, а успехом в вечности пред Господом Богом. Ведь каждый творец, он проводник. Или оттуда принимает, или от дьявола принимает. И или поднимает фильм «Душу человека», или же опускает ее, что и делает 95% нынешнего рыночного кинопроката российского, который стал отделением американского кинопроката. Мы работаем на мощь Голливуда. И дети мои вот идут часто в кино, и я с ними иногда. «Ну, папа, пойдем». Я говорю, ну что мы там посмотрим. Ведь вкладывая наши рубли, мы увеличиваем мощь Голливуда, а надо поднимать наше кино. Раздали все кинотеатры. Теперь их не отнимут, ни коро, никто не отдадут уже. Их кинотеатры построены на западные деньги, где они гонят вот эту всю американскую продукцию. Государство должно вступать в конкуренцию, строить кинотеатры. Сейчас Путин принял указ о строительстве кинотеатров в малых городах России. И дальше будем делать фильмы, основываясь на новой государственной культурной политике. Но нельзя государству устраняться от экранного искусства. Ведь это стратегические моменты. Нельзя отдавать бомбу в частные руки, это оружие. Но экран тоже оружие, духовно-стратегическое оружие. Мы же делаем нацию. Какой она будет? 30 лет мы делали постперестроечных, а мы мутировали сознание поколения. Мутировали, исполняя то, что говорила Радио Свобода в начале перестройки. Что цель перестройки, я цитирую, в том, чтобы приблизить русских к западным стандартам. В том, внимание, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиций. Цитата закончена. Удалось им? Удалось. Поколение упущено. Какие бы вы первые шаги посоветовали сделать правительству в области культуры и, наверное, идеологии? Вот как вы прекрасно говорите, именно идеологии. Как бояться этого слова? Когда я пришел к швыдкому, отставки которого я добивался, хотя я от него зависел, он был министром, а я делал мой кинофорум «Золотой витязь», который очень плохо финансировался государством, а может потому, что я открыто требовал отставки этого человека, автора культурной революции. И он так говорил, нужно культуру подвинуть на панель. И вот ее туда подвинули, а теперь нам ее оттуда надо возвращать. Уничтожены киностудии, киноиндустрии практически. Частные фирмы должны быть. Естественно, люди должны работать, как они хотят. Но государство должно поддерживать только то, что работает на возвышении души. Я правильно Вашу понял идею, что кино у нас стало оружием массового поражения, а оно должно стать искусством массового возрождения. Именно так. Так вот, Вы говорили, что делать правительству, что делать президенту. Он уже сделал первый шаг прекрасный. Основы государственной культурной политики. Поэтому так забеспокоилась пятая колонна наша. О них говорил языков, великий язык. Друг Пушкина, поэт. И этот поэт в 1841 году сделал поэму «Кни нашим», за которую даже вызывали на дуэль. И он им открыто говорит. «Не любо Вам святое дело и слава нашей старины. Вас не живет, Вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой и прекрасной любовью к родине. Не тот огонь, чистейший, пламень ясный, вас поднимает. В Вас живет любовь не к истине и благу. Народный глаз, он Божий глаз. Не он рождает в Вас отвагу. Он дик, он странен, чужд для Вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния Вам ничего не говорят. Их презирает гордость Ваша. Святыня древнего, Кремля, опора, сила, крепость наша. Ничто Вам, русская земля, от Вас не примет просвещение. Вы страшные, Вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своею не Вам ее преобразить. Вы, не умеющие с нею, ни жить, ни петь, ни говорить. Замолкнет Ваша злость пустая, замрет неверный Ваш язык. Крепка, надежна Русь святая, и русский Бог еще велик». Так вот, Путин доказал вот этим указом, что русский Бог еще велик. И я лично жду от президента второго шага, второго указа о выведении культуры из рынка. Культура и рынок — два абсолютно несовместимых понятия. Одни туда, другие сюда. У рынка делать деньги на самом низменном, а у искусства культуры поднимать дух нации. Николай Петрович, спасибо Вам за Ваше интервью, за Вашу позицию гражданскую. Я думаю, у России великое будущее с такими людьми, как Вы. Спасибо. А как Вы? Я думаю, Владимир Владимирович услышит нас, потому что другого варианта у нас нет. Другого будущего у нас нет. А другого будущего нет и у нас, и у него, и у страны. Придется делать этот шаг для примера всей планете. Кстати, люди, жившие на Западе, говорили, спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. И сейчас у нас есть шанс и самим не погибнуть, и планете помочь. Спасибо огромное. В гостях у нас был президент Славянского творческого союза и Славянского форума искусств «Золотой Витязь», заместитель председателя Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации, член Патриаршего совета по культуре, народный артист России Николай Петрович Бурляев. Спасибо Вам огромное. Вставай, страна огромная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова